Здравствуйте, уважаемые друзья ВКонтакте Одноклассниках, подписчики на канале Ютубе, с вами программа Траверс и ее автор ведущий Павел Аверин. Сегодня, 16 ноября, на День рукоделия, я хотел бы рассказать о рязанских рукодельницах. Знаете, есть такой английский ирзац, а хендмейт. Хендмейт это явно на продажу. Так вот, эти женщины не продают свое рукоделие, они отправляют это бойцам в зону специальной военной операции. Человек удивительной судьбы, Алина Кирилюк, родилась и выросла в Молдой, учила румынский язык, но волей судьбы оказалась в самом центре Рязани в Рязанской области. Сейчас руководит сообществом «Шьем для наших Рязань». Об этом она расскажет сама. И отдельный низкий поклон директору и педагогам Костинской средней школы. На эти две сестры работают директоры заучи Елены и Татьяна. Их поддерживает весь педагогический коллектив. И, конечно же, ученики. Низкий вам всем поклон. Я обратил внимание, что у вас говор не рязанский. Не рязанский, да. Не рязанский. То есть вы откуда-то с юга, да? Родились, родились где? В Молдавии. В Молдавии. То есть вы сюда приехали, почему я спрашиваю. То есть вы не коренной житель, не обросший там связями, родственниками, но вы очень богатый человек. У вас пятеро детей, пятеро. Немножко о своей семье. Муж где работает. Ну, мы когда приехали... В каком году? В четырнадцатом году. Ну, в четырнадцатом году это уже девять лет. Это уже обросли, да, здесь? Ну, немножечко, да. Как бы наши дети все здесь родились. Муж работает в монастыре. И живем мы на данный момент в монастырском доме. Понятно. О своем доме мечтаете, да? Да, конечно. Мы купили участок и стали домом. Надеемся, что получится построить. Надеемся, это что-то мешает? Ну, потому что Есенинская Русь все-таки у нас строится не особо можно. Или то, что они предлагают и положено по регламенту, как бы, для такой семьи, как у нас, не особо подходит. Я понял. Хорошо. Об этом, наверное, с вашим супругом больше поговорить, да? Да. Ну, мы решим, когда я приеду, специально сниму этот репортаж. Сейчас о другом. Что у вас вообще, вот, человека, который, ну, в принципе, ничего не связывает, не связывал до определенного времени с Костей, но и с Рязанской областью. И вот именно вот такой активный. Все как-то там, и я, и другие, кто больше, кто меньше принимает участие в помощи в СВО. А вы прям активно так включились. Вот о создании, как это пришла мысль? Я знаю, что вы швея, да, по образованию? Да, я закройщик, мудрец. Я в своем городе, где училась, отработала в производстве свадебных платьев 4 года. Нам давали просто картинку, и мы должны были разрабатывать из супердорогих тканей. И вот модели то же самое. И ткани попортить. А ты сам заплатишь. Понятно. С чего началось вообще? Тут мне сказали учителя. Три толстовки. Алина сшила и принесла. Началось, в принципе, сначала летом еще, до мобилизации, я начала шить тактические носилки для руки ангелов. У нас в городе Рыбное есть. Просто шила. А их очень долго шить, муторно, каждый подратит на обычной машинке. Шила, шила. Пока была мобилизация, и забрали парней, с кем мой муж работал. Там еще с кошечку, с Костина. Я решила им тушить просто флисовые толстовки теплые. Ну, не знаю, так, какой-то... Золк сердца был. Вы сказали, на обычной машинке есть какие-то необычные машинки? Ну, мы со временем потом, когда... После того, как я шила эти толстовки... В принципе, самое начало «Шьем для наших» по городам началось в город Пермь. Элина Платыкова, она тоже швея, и она создает выкройки. И она создала выкройки бесплатные для всех, кто хочет шить для солдат. А мы с ней общались, как бы немножко знали друг друга. И она даже первые деньги, которые собирала по всей России, для этих парней, я дала за ткань. Я просто сшила. И потом, когда начались разделяться по городам, допустим, «В чем для наших Тула», «В чем для наших Москва», и спрашивали, а есть Рязань? Она всех отправляла ко мне. Я знала, что, ну, честный человек, у нас совпадают мысли о жизни. И ко мне обращались, обращались, и я... Ну, мне было страшно. Я никого не знаю в объемном, так, людей, чтобы думала, кто мне деньги будет переводить на это все, как бы... Но все равно девочки обращались, спросили. Я создала этот Телеграм-канал. Никаких мыслей не было, что вот будет настолько это все масштабно. Мы начали шить толсток. Первый заказ был на 65 человек. Мы шили для штурмовиков жилетки, балаклавы, снуды. И это мы купили два рулона флиса, тогда мы собрали. Это для меня было просто такой огромной работой. Мы все краили, тогда еще я краила дома вручную, девочки шили. И потом это переросло, что мы уже больше ста рулонов отшили на данный момент. И потом это из одного направления. Шьем для наших уже появилось. Варим для наших, вяжем для наших. Да. А еще про носилки. А носилки все вот эти тактические просили ребята, потому что они нужны. И если не носилки, многие раненые невозможно выносить на себе. А на носилке проще. И мы собрали деньги, 200 с чем-то тысяч, купили машинку автоматическую, которая один раз нажимаешь, и она два раза прошивает вот этот квадратик. Если на обычной машинке шьешь одну носилку, там, минимум 3 часа, если ты не встаешь, то на такой за 25 минут шьешь носилку. Смотрите, потребность есть сейчас в машинках? Конечно. Люди смотреть будут, у меня очень много там подписчиков. Всегда есть оверлок, машинки просто нужны, потому что есть и девочки, которые умеют шить и готовы шить безвозмездно для нас, но нет в технике. Понятно. Белл у нас в начале нашей работы, не совсем в начале, но который нам подарил деньги, я закупила машинки, раздала девочкам по домам, и они до сих пор шьют. Сейчас был откоритель такой. Группа расширяется, сейчас больше 500 человек. Ну что потребность у вас? Закупки тканей, тканей нам не хватает всегда. У нас ткани и для масксетей, и для дождевиков. Флиз двух видов, которые для балаклав и снудов, которые для толстовок. Термо ткани. Мы покупаем специально, шьем термобелье профессиональное. То, что не просто как на тело виденное белье, а именно термобелье. Перегрузку по времени, по скорости передачи. Самое первое, что мы сделали на накопленные деньги, то, что мы собрали, собирали ученики, родители, педагоги все. Эти денежки, мы сначала первые, самые, самые, самые первые. Мы, есть такая группа тоже, Дружная Рязань. И вот эти денежки мы отвезли туда, и нам, как для работы, самое первое направление было наше, мы сделали, вот, подпопнили. Мы, самые первые, освоили окопные свечи. Окопные свечи бывают уже разные. Как для обогрева, так и для приготовления, допустим, пищи. Потом мы освоили сухие души. Это то, что делает школа. Потом мы сделали уже маскировочные сети. О москосетях поподробнее. О москосетях, конечно, это очень долгая история. И учились мы, потому что, так как мы люди не военные, вообще об этом, вообще никогда ничего не знали. И я, вот прожив столько лет, никогда не подумала бы, что я буду осваивать такую технику. И первонаперво мы, конечно же, плели из тюли, из обрезков, потому что, ну, не с чего было. Мы это не знали, что это делать. Изучали технику. Когда вот эту технику уже освоили, начали, у нас первая сеть была, конечно, такая пушистая, как лебедь. Но мы еще не знали, что это такое, и с чем его едят. Вот. И потом постепенно-постепенно, освоив техтологию, все это интернет весь проштудировав, мы начали плести сети. Размер сетей какой? Размер сетей зависит от направления, может быть, размер сетей от 2 на 3, это в зависимости, если, допустим, надульники, там еще что-то, да, до 10 и 15 метров. То есть размер сетей уже по заявкам. То есть нам дают заявки, и мы... То есть вы конкретно знаете, куда эти маски сети пойдут? Конкретно, куда знаем, куда пойдут. Какая технология? Допустим, если для разведчиков, там больше у нас подлешива, костюмы лешива. То есть они должны уже соответствовать, сливаться с листвой, с лесной зоной. Если на технику, то, конечно же, вот должна быть сеть более прочная, да? Но вот это вот на технику, да? Вот это больше на технику, да, пойдет, чтобы не было никаких зацепов, чтобы сеть, как говорится, не навредила, а наоборот помогла, чтобы, если не зацепится, чтобы не порвала, даже если потянется одна ленточка, уже сеть останется все равно целая. Дальше. У нас техника еще есть, листочки. Это вот у нас гладкое плетение, допустим, с серпантином. Мы освоили технику. Листочек, технику джи. Листочки, потом корзинка, козлик. То есть техники плетения, на самом деле, очень много. Вот перед вами сеть, вот, допустим, да? Это уже вот техника листвы сплетена. Это другая техника. Есть белая сеть. Я вам вот даже покажу. Девочки уже начали плести. Специально вот в маскировочной сети уже белая зимняя идет. А ребята уже там будут ее под фон. Понятно. Ну, понятно. То есть разносторонняя. Разносторонняя. А вы что преподаете в школе? Я вообще педагог дополнительного образования. Работаю вообще от ресурсного центра, но на базе Костинской школы. Уже больше 30 лет. То есть можно сказать, что вы прям руководитель, руководитель вот этого маскировочного направления. Ну, я не знаю. Но, наверное, можно. Потому что все-таки благодаря тому, что вот мы освоили эту технику, мы уже научили порядка так. Вот, допустим, Коростовский храм, да? Они приезжали к нам приезжать на мастер-классы. Екатерининский храм, одна школа, 72-я, Чурилковская школа. Ну, то есть у нас очень много людей приезжает вот на мастер-классы специально. То есть вы прям предварели мой вопрос о том, что вы уже опытом делитесь, да? Ну, да, опытом, конечно. Конечно. А как же? Вот если я сама сидела и несколько, скажем так, месяцев училась по интернету, то я могу сейчас вот человека научить, но за полдня. То есть от и до. Приезжают военные к нам, кстати, ребята военные с военской части тоже. Мы, да, обучали их, они себе на бронепоезд плели сети. Сначала мы у себя в школе складывали вещи, отшитые женщинами, которые стоят в этой группе. Мы их упаковывали, каждую вещь, индивидуальную упаковочку, потом это складывали, подписывали и отправляли на передовую. Это уже Алина договаривалась, куда. А потом в нашей группе стали разрастаться многие направления. То есть это и вязание носков, пошив плащ, палаток, перчатки вязали, вяжут женщины, и стали изготавливать сухие души, стали изготавливать сухие супы. Мы это все упаковываем. И что мы можем, мы в нашей школе также организовываем. Сначала мы начали, я говорю, дети своими руками изготавливали сидушки, это упрощенный вариант. Затем мы стали делать белые маскировочные сети. Затем мы стали делать уже души, когда освоили. Окопные свечи мы, конечно, в школе не можем делать, но дети делали заготовки. А сам парафин уже Ольга Андреевна заливала дома, потому что в школе этого делать нельзя. Дети, ну дети, это же цветы, правильно? Они как-то по-своему воспринимают этот мир, более эмоционально. Чем морально они помогают? Пишут письма солдатам и рисуют рисунки. Для солдата это очень дорого. Когда солдат нам рассказывает, что они эти письма носят на груди у себя. Перечитывают там по несколько раз. О них висят в гляндажах, эти письма. И вообще самое главное в нашей работе, это патриотическое воспитание детей. Когда дети своими руками все это делают, когда все это проходит через их руки, это откладывает, мы все считаем, неисладимое впечатление на детей. То есть это проходит через их сердце, но всегда останется в их душе. И вот в этом и заключается патриотическое воспитание. Когда они знают, куда... То есть не в проведении каких-то таких формализованных мероприятий, да? Да, да. А вот именно в том, что они делают своим руками, они знают, куда это отправляют. И когда к нам приезжают военные, с благодарностью, просто в гости, даже те, к которым конкретно наши посуды доходили, это производит на всех нас неизгладимое впечатление, и навсегда это останется в наших душах, в наших взрослых и детей. Еще такой вот у меня интересный вопрос. Вот там, уж я не стал снимать, там крохотный волонтер лежит, пятеро детей, пятеро. Для меня это, конечно, это огромная радость, для общаться с матерью, пятерых детей. Не мешает это в вашей деятельности? Как вы вообще? И дети учатся, совсем крохотная такая. Двое в школе, двое в садике, и мерочка, и четыре месяца со мной пока. Не мешает? Нет. Успеет. Хорошо. Каков это секрет вот этой успешной деятельности? Желание. Это и желание. Я уже не могу подводить людей, и льви по-другому. Мне не нужно дать , чтобы ей разговаривать.